Реклама – двигатель торговли, да, и двигатель экономики. Это очень важное колесо, которое запускает очень многие экономические процессы. Теперь можно рекламировать алкогольные напитки. Совсем недавно такой рекламы на телевидении не было, но всё равно же выпивали. Социальная реклама. На каких условиях она теперь может размещаться? Реклама не должна дискредитировать авторитет родителей. Реклама игорных заведений и азартных игр. Увеличивается она один час. Давайте исходить из позиции не только восприятия, но ещё и экономической обоснованности. Вводится запрет на размещение, распространение рекламы от трудоустройства и обучения за пределами страны. Когда появляется изображение товарного знака, это реклама или не реклама? А вот сейчас вы не прорекламировали телеграм-канал? Один большой плюс есть в том, что индивидуальные предприниматели, организации рекламные и блогеры лучше узнали законодательство о рекламе. Здравствуйте! В эфире программа «Скажи, не молчи». В студии Светлана Смолонская и Татьяна Щербина. И сегодня наша гостья – начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Инна Гаврильчик. Инна Анатольевна, добрый день! Очень рада вас видеть и в нашей студии. Обычно мы вас видим в студии «Белорусского «Времечка», где вы не только частый гость, но и, мне кажется, уже полноценный сотрудник команды «Времечка». Спасибо. Здравствуйте! Инна Анатольевна, поговорим с вами об изменениях в закон о рекламе. Они вступили в силу совсем недавно. Давайте разбираться в основных новациях. Что бы вы назвали главным новшеством или важен каждый пункт? Я бы ответила сразу, что важен каждый пункт. Почему? Потому что для каждой части аудитории рекламного рынка имеются изменения, которые следует учитывать. Условно их можно разделить на три группы. Первое – это то, что направлено на развитие бизнеса. Второе – на защиту прав потребителей. И третье – на обеспечение информационной безопасности в информационном пространстве. В обновленном законе изменилось и понятие объекта рекламирования. Поясните, что теперь считается таковым объектом? Объект рекламирования – это то, что рекламируют. Если говорить простым языком и использовать определение рекламы и объекта рекламирования – это товар, работа, услуга, организация, либо индивидуальный предприниматель, иной гражданин и так далее. Каковы изменения? Дополнено это определение тем, что теперь объектом рекламирования может быть, например, товарный знак, логотип, какая-то иная символика организации, либо товара. Почему было внесено это изменение? Потому что возникали споры, когда появляется изображение товарного знака. Это реклама или не реклама? Конечно, мы говорим, что это реклама, потому что ведь под товарным знаком зарегистрированы товары, работы, услуги, для которых он придуман. Работы, услуги, товары, которые он обозначает. Поэтому это полноценный объект рекламирования. То есть, если, допустим, на экране вдруг появляется какой-то чей-то товарный знак, это уже реклама считается. Даже если он случайно попадает в кадр. Чаще всего он попадает туда не случайно, а как раз-таки в рекламных целях для продвижения. Поэтому, когда такое изображение есть, объектом рекламирования является товарный знак. И еще немаловажное дополнение. Это определение дополнено также новым объектом рекламирования, который, собственно говоря, на практике уже был, но не был зафиксирован юридически. Это информационный ресурс или интернет-ресурс, как мы привыкли называть. Например, сайт организации. Иногда в рекламе больше ничего нету, кроме наименования сайта. Но ведь это очень говорящая информация, правда? Ведь если мы зайдем на сайт, мы увидим и организацию, и товары, и работы, и услуги, и много разной красоты про то, что продается или что продвигается. В целом в рекламе может быть несколько объектов рекламирования. И чаще всего это бывает, например, так. Так. Название магазина, изображение товара, товарные знаки товаров различных, которые, например, в магазине продаются. Ну и куда теперь без интернет-ресурса. И, конечно же, ссылка на интернет-ресурс, где можно все подробнее посмотреть. Еще одно новшество. Теперь можно рекламировать алкогольные напитки на радио и телевидении. Я так понимаю, это касается именно крепких алкогольных напитков, потому что слабоалкогольные, по-моему, еще и до вступления в силу этих изменений регулировались. И глава МАРТ Алексей Богданов говорил, что вот это как раз был один из самых дискуссионных вопросов, потому что выявлялись мнения, граждане выступали с такими заявлениями, что, мол, это приведет к алкоголизации населения, но при этом Богданов сказал, процитируем, что пришли к общему мнению, что в подготовленной редакции законопроекта негативного эффекта на население быть не должно. Но все равно какие-то же ограничения будут? Во-первых, надо понимать, что издавна в законном рекламе устанавливались очень жесткие требования к рекламе алкогольных напитков. Особенно если мы говорим о рекламе, которая распространяется не в торговых объектах и не на сайтах самих производителей, во всех остальных местах, где мы с вами только можем побывать. Так вот, реклама эта очень ограничена по содержанию. Например, в ней нельзя указывать вид алкогольного напитка, вино, водка, коньяк и так далее. Этой информации в такой рекламе быть не должно. Только торговая марка. Только торговая марка. И название вот то, что в кавычках. Например, если настойка называется белорусская, то как раз таки то, что в кавычках белорусская, в рекламе указать можно. Но без вида алкогольного напитка. Это первый момент. Второй момент. Не должно быть в такой рекламе изображений людей, в том числе рисованных, каких-то образов, набросков и так далее. Фантазийных персонажей, изображений животных не должно быть в такой рекламе. То есть вот это серьёзное ограничение. Плюс не должно быть никакого призыва к употреблению и информации о том, что употребление этих напитков, допустим, создаст вам радостное настроение. Или позволит хорошо провести праздник. Вот такой информации в рекламе не должно быть. То есть фактически из неё сделан такой информационный блок. Есть такая торговая марка, есть такое название. Этого достаточно, если вы хотите приобрести. То есть вот здесь реклама выполняет информационную роль. Обозначили, а дальше решение принимает человек самостоятельно. Никаких призывов к употреблению. И плюс обязательно предупредительная надпись, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит здоровью. А кто, интересно, выступил с инициативой о том, чтобы было позволено теперь рекламировать крепкий алкоголь на радио и на телевидении? Из различных сфер бизнеса поступали такие предложения. И, кстати, в том числе от средств массовой информации. Ни для кого не секрет, что Беларусь находится сейчас в условиях жёстких санкций. И очень многие рекламодатели иностранные, я считаю, по политическим мотивам просто ушли. Потому что рынок Беларуси всё равно интересен. Население много, население лояльное очень к новым интересным товарам и так далее. И, соответственно, образовалась ниша. Незаполненная ниша, где можно было разместить рекламу. Почему мы пошли навстречу таким предложениям? Потому что важно понимать те процессы, которые проходят в государстве и в бизнесе. То есть если где-то какой-то пробел, провал в одной части экономики, это, к сожалению, повлечёт, наверное, негативные последствия в смежных сферах. Поэтому в данной ситуации было принято решение, я считаю, оно очень хорошее и сбалансированное. Потому что, знаете, запретить можно всё. Вопрос в том, потом, как с этим жить. Поэтому было принято сбалансированное решение, во-первых, в ночное время. Это тогда, когда несовершеннолетние уже не перед телевизорами. И родители, естественно, это должны объяснить. Это с 22 часов до 7 утра. Совершенно верно. Во-вторых, это ограничение по содержанию. То есть, как я уже сказала, это информация об этом напитке. Она вас не зовёт в магазин, она не призывает вас к употреблению, она не рассказывает, как это вкусно или какие радостные последствия у вас от этого будут. Это сухая информация, более того, с предупредительной надписью. Взрослый человек, которого, например, мучает бессонница, да, и он ночью смотрит телевизор, он же информацию воспринимает критически, адекватно, да. И, наверное, ну вот нас с вами, не злоупотребляющих алкогольными напитками, наверное, среди ночи это не подтолкнёт вдруг пойти выпить. Поэтому решение действительно было очень много обсуждалось, но, на мой взгляд, сбалансированное и удовлетворяющее интересы. Средств массовой информации, которым тоже нужно зарабатывать, да, для того, чтобы не забирать деньги из бюджета. Это для бизнеса алкогольная отрасль, она имеет возможность размещать рекламу, тратить деньги на рекламу, да, ну а для потребителя это информация. Ну я тут с вами соглашусь, что если человек захочет выпить, он и без рекламы это сделает. Точно так же, как когда были дни, когда запрещалась продажа алкоголя, там, в дни выпускных, последних звонков, но кто хотел выпить, тот всё равно находил такую возможность. Поэтому, а здесь, если есть возможность принести деньги в бюджет, почему бы и нет? Совершенно верно. И давайте вот подумаем, совсем недавно такой рекламы на телевидении не было. Но всё равно же выпивали. Точно. Инна Анатольевна, а вы согласитесь, что вот эта реклама алкогольных напитков, ну именно в публичном пространстве на радио, ну и на телевидении, потому что есть визуальная картинка, она с учётом вот этих изменений, она будет и станет, и стала более эстетичной. Потому что ведь, я не ошибаюсь, были времена, когда у нас была реклама пива, и там рекламировались и бутылки показывались на экране, и люди были в этой рекламе. А вот сейчас будут просто голенькие баночки, будем показывать. А давайте пока мы не будем касаться пива, потому что закон о рекламе отдельно регулирует алкогольные напитки и пиво, да? Для пива более, условия более мягкие, да. Для алкоголя очень жёсткие. И, кстати, вот я забыла ещё об одном очень важном ограничении сказать. Никаких изображений бутылок. И даже фожера, стаканов, рюмочек и так далее в рекламе алкоголя быть не может. А как тогда передать, что это настойка белорусская? А вот это мы слово белорусское написать можем, и мы возвращаемся к тому, что вы сказали, что реклама становится более эстетичной, да? Вот здесь нужно приложить интеллектуальные способности для того, чтобы красиво показать. С учётом ограничений по информации и визуалу. То есть любые ограничения, в принципе, можно обойти, проявив креативность, так скажем. Я бы сказала не обойти, а проявить креативность для того, чтобы создать красивый продукт. А безалкогольное пиво, его можно рекламировать в любое время, если не произносить слово пиво? Нет, это не совсем так. Ну, во-первых, действительно серьёзное изменение было внесено в закон о рекламе. Это, во-первых, определено, что такое безалкогольное пиво, да, и что такое безалкогольный пивной напиток. Определяется, это алкоголь, во-первых, там должно быть до 0,5, вот, и обязательно это напиток, который путём сбраживания производится, да? То есть это мы с вами определяем объект рекламирования, определили. И вот теперь установили требование. Ведь действительно, получается, что безалкогольное пиво – это не то же самое, что пиво, содержащее алкоголь, да? Поэтому почему бы не сделать более мягкий вариант размещения такой рекламы? Потому что до этого был жёсткий вариант, да? Пиво и пиво – безалкогольное, не безалкогольное, будьте добры, там нельзя, там нельзя. Это же бренд, то есть мы рекламируем в любом случае бренд. Безусловно, мы его используем, но для того, чтобы было понятно, что это всё-таки безалкогольный напиток, есть законодательное требование, где должно быть крупным шрифтом, таким же шрифтом, как, например, товарный знак пива, было указано, что это безалкогольное пиво. Ну вот была же реклама, не помню уже какой период, там называлась «Марка», и это звучало с экрана, и там и люди там были тогда. Да, это было, наверное, когда-то очень давно. Ну не очень. Не очень давно, значит, это была не белорусская реклама, это, скорее всего, с иностранных телеканалов, потому что в сопредельных странах там послабление посерьёзнее, чем наши. Но, тем не менее, кстати, и с учётом международного опыта, вот это изменение было внесено относительно безалкогольного пива, поэтому у нас на такую рекламу, вот учитывая то, что мы говорим, а ведь товарный знак-то всё равно тот же, да, вот поэтому сохранились те ограничения, которые применяются и к рекламе пива, например. Нельзя использовать образы людей и животных, нельзя призывать к употреблению, нельзя говорить, что это безопасно для здоровья, да, не вредит здоровью, нельзя говорить о том, что это улучшает психическое или физическое состояние. Это что, да, отдохни прекрасно с пивом. Вот такого делать нельзя, потому что это улучшение психологического состояния. Поэтому вот такие ограничения тоже серьёзные сохраняются. Но допускается эта реклама наравне с рекламой пива. И ещё одно такое изменение, которое, я думаю, что у некоторых людей вызвало не то чтобы замешательство, но определённые эмоции возникли. Реклама игорных заведений и азартных игр увеличивается на один час, время для размещения на радио и телевидении. Её сейчас и так очень много, да, практически весь город, можно сказать, завешан, увешан этими плакатами. И вот даже гости столицы обращают на это внимание. Туристы, которые приезжают в Минск, вот, например, пишет один из блогеров, первое, что замечаешь, когда едешь по ровной четырёхполосной магистрали от Минского аэропорта в город, это рекламные баннеры игорных заведений. Не соврать, примерно каждое пятое или шестое объявление над дорогой было такого содержания. Прямо не Минск, а Лас-Вегас. Ну, то есть теперь её станет ещё больше, этой рекламой? То есть помимо того, что это баннеры, какие-то рекламные объявления в газетах где-то ещё, ещё и на радио, и на телевидении увеличится их количество? На один час, да, действительно увеличится. Но, опять же, вот это изменение тоже очень долго и активно обсуждалось, в том числе с точки зрения того, чтобы не повлекло негативные последствия, да. Но, как мы уже говорили, мы всегда стараемся, и вообще, в принципе, при разработке любого нормативного акта ищется баланс интересов, да, для того, чтобы что-то не запретить так, чтобы не могла сфера развиваться, да, либо из каких-то ещё соображений, например, поддержки телерадиокомпании, которые зарабатывают на рекламе, вот, для того, чтобы вот закрыть нишу ухода, например, иностранных рекламодателей. Поэтому, опять же, сбалансированное решение для того, чтобы можно было обеспечить работу телерадиокомпании, для того, чтобы можно было обеспечить пополнение в местные бюджеты, это если мы говорим о наружной рекламе, но к такой рекламе тоже содержится ряд требований, в которых нельзя призывать к таким играм, да, нельзя говорить, что это может быть источником дохода для жизни и так далее, то есть есть определённые ограничения. Ну, а те туристы, которые приезжают, знаете, страны ведь отличаются, да, где-то полностью запрещено, и, конечно, когда приезжают из такой страны и видят, что здесь рекламируется, для людей это удивление. А если приехать, например, из страны, где это тоже разрешено к рекламированию, я думаю, вряд ли это у кого-то вызовет удивление. Но в целом я хочу сказать, что, в принципе, да, этой рекламы сейчас наружной особенно много, и некоторые, например, местные органы исполнительной власти, у нас они на своих территориях могут отдельные вопросы рекламы регулировать, они могут баланс определённый достигнуть тем, что увеличить, например, стоимость размещения такой рекламы. Такое право у исполкомов есть. Инна Анатольевна, ну вот эти требования, да, которые в связи с обновлённым законом тоже вступили в силу, мне кажется, они заставят тех людей, которые работают над рекламными роликами, быть более креативными. То есть нужно обойти образы людей, пропаганду или там призыв играть, как вы считаете. Уже появился какой-то вот отклик, какая-то обратная связь от тех, кто работает с рекламой. Таких обращений нету. И я вам хочу сказать, примерно одинаковые требования о законе рекламе содержались уже на протяжении многих лет, более 10 лет. И рынок к этому привык. Это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что рекламные организации в Республике Беларусь очень креативные, да, очень находчивые, очень высокий интеллектуальный уровень. Поэтому я думаю, что для них больших сложностей нет. Здесь, наверное, больше вопрос, как договориться с клиентом, что вот это нельзя. Поэтому мы вот таким образом преподнесем информацию. Поэтому мы получаем больше, конечно, запросов по каким-то нюансам применения новых норм. Вот это мы рассказываем. И плюс мы, конечно, очень активно свои разъяснения выкладываем на сайт. Мы завели специальный телеграм-канал. Март о рекламе специализированы именно для этого направления, для того, чтобы максимально быстро снимать какие-то недопонимания. А вот сейчас вы не прорекламировали телеграм-канал? Я прорекламировала телеграм-канал. Это в служебных целях. Но, вы знаете, давайте назовем это социальной рекламой. Я как представитель государственного органа и коммерческого здесь нету ничего. Здесь как раз-таки, наоборот, разъяснительная работа для того, чтобы было понятно и легче работать. Это скорее как работа с гражданами, да, вот, разъяснительная? Да, да. Спасибо вашей площадке. Но мы согласимся с вами, что наши рекламщики очень креативные. И действительно, мне понравился ваш ответ, что касается игорных заведений. Мы недавно в нашей студии обсуждали вопрос онлайн-казино также. И депутат Сергей Клишевич задавал вопрос другому депутату, Анжелике Курчак, что, может быть, их стоит закрыть? На что она сказала, что закрыть, конечно, можно, но надо что-то предложить на замену. Ну, и с другой стороны, тут можно сказать, что Март в этом плане работает не как запретительный, наверное, орган, а именно как регулятор. Да, вы совершенно правы, потому что при разработке любого нормативного акта, а закона о рекламе особенно, потому что он интересен всем, да, очень разносторонний такой нормативный акт, поступает. Очень много и предложений, и замечаний, и возмущений, да. С одной стороны, очень много предлагается запретить, с другой стороны, предлагается каким-то образом урегулировать и создать понятные условия игры. И мы не сторонники того, чтобы всё запрещать. Понимаете, ведь по большому счёту можно, конечно, если разрешите так выразиться, стерилизовать информационное пространство, да, удалить всю информацию, которая может хоть каким-то образом кому-то навредить. Но ведь мы этим никого не спасём, да, ведь мы должны подавать информацию, да, действительно, в определённых рамках, если мы говорим о рекламе, но ещё и человек должен её критически осмысливать, да, вот. Если мы говорим о том, что какую-то рекламу видят дети, значит, тогда должны работать родители для того, чтобы объяснять, предупреждать, да, и не делать из этого проблему, а делать повод для того, чтобы воспитывать собственного ребёнка. А мы пока прервёмся ненадолго, я прорекламирую наш телеграм-канал, он называется «Скажи, не молчи». Подписывайтесь, предлагайте нам новых интересных гостей и задавайте свои вопросы. Мы на связи. В эфире снова программа «Скажи, не молчи». И сегодня у нас в гостях начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой «Март» Инна Гаврильчик. Инна Анатольевна, ну, продолжим изучать изменения в новом законе о рекламе. Вводится запрет на размещение, распространение рекламы о трудоустройстве и обучении за пределами страны, за исключением рекламы, размещаемой, распространяемой организациями и индивидуальными предпринимателями на их сайтах в сети интернет. То есть бегущая строка на телеканалах о работе вахтовым методом в соседней стране теперь запрещена? Да. Теперь запрещена. Только на сайтах организаций, которые осуществляют такую деятельность. Если мы говорим о трудоустройстве за пределами Республики Беларусь, то лицензии на осуществление такой деятельности имеют организации. Пожалуйста, будьте добры, на собственном сайте такую рекламу размещайте. Если мы говорим об обучении, значит тогда на собственном сайте организации, которая оказывает такие услуги. Здесь еще нужно анализировать саму рекламу, потому что бывает так, что рекламируются или приглашаются на какие-то вакансии. Прием на работу осуществляется в Республике Беларусь, в белорусскую организацию, но бывают долгосрочные командировки за пределы Республики Беларусь. Вот это не трудоустройство за границей. Это трудоустройство здесь. Но особенности работы – это долгосрочные командировки за пределами. Ну и еще. В рекламе риэлторских услуг теперь исключается обязанность риэлторских организаций в рекламе объектов недвижимости указывать дату выдачи лицензии на осуществление риэлторской деятельности. К чему это изменение? Почему? То есть это какая-то бессрочная лицензия теперь выдается? Нет, просто эта информация фактически в самой рекламе для потребителя не важна, если есть номер лицензии. Достаточно указать номер лицензии. Да, достаточно указать номер лицензии. То есть просто убирается дата. И это касается именно рекламы риэлторских организаций. Потому что сейчас в открытом доступе через сайт Министерства юстиции можно посмотреть любую лицензию. Есть она, какой ее срок и так далее. Зачем перегружать рекламу? Номера достаточно, вы по ней всю информацию можете в открытых источниках выяснить. А вот когда идет реклама медицинских препаратов, и там обязательно должно произноситься, очень быстро-быстро это делают, естественно. Совершенно непонятно, и вопрос, а зачем это делать? Вы знаете, я открою вам страшную тайну. Откройте. Этой информации в рекламе на радио может не быть. Просто те, кто делал эту рекламу и размещал, плохо знают законодательство о рекламе. Именно, причем эти изменения были внесены еще несколько лет назад для того, чтобы убрать вот эту смешную ситуацию, когда начинают таратурить информацию об изготовителе и так далее. Долго-долго много, да? Вот, поэтому большинство этой информации из рекламы можно убрать. Совершенно по закону, то есть это получается, что... Кто-то хочет подольше рекламу. То есть организация, которая продает рекламное время, просто пользуется тем, что вот этот хвостик, да, это же тоже деньги. Каждая секунда стоит. Чьим-то незнанием, да. Ну вот, может, мы кому-то открыли глаза? Сколько тайн мы сегодня откроем? Я хочу тоже вам рассказать одну тайну перед вопросом. Мы как раз будем говорить о количестве и увеличении минут рекламы. Когда-то я работала в пресс-службе Белтеля радиокомпании. У нас был очень активный зритель, которому очень не нравилась реклама. Он много раз звонил, это было давно, тогда еще электронная почта была не так распространена. Он много раз звонил и однажды сказал, говорит, у меня есть очень хорошее предложение для вас. Как, чтобы всем было хорошо, и рекламодателям, и телезрителям, и реклама нам не мешала. Я предлагаю всю рекламу, которую вы выдаете в течение дня, в один блок сбить и выдать ее где-нибудь там в 3 утра, после полуночи. Всем будет хорошо. Ну, я думаю, что никому из рекламодателей бы, конечно, такое предложение креативное не понравилось. Но в то же время увеличивается на 2 минуты. С 16 минут сейчас до 18 минут уже можно, да, в течение каждого часа. Время для размещения рекламы в программах, транслируемых в вечернее время, в промежутке с 18.00 до 22.00. То есть это вечерний прайм-тайм. Но рекламы и так же много на телевидении, вы согласитесь? А станет еще больше, то есть еще плюс 2 минуты? Уже стало, да, потому что изменения вступили 12 июля. Да, незначительно станет больше. Но, как я уже говорила, давайте исходить из позиций не только восприятия, да, но еще и экономической обоснованности и необходимости, целесообразности такого нововведения. Почему? Потому что, опять же, вот на этом всем завязано очень много процессов. Это нормальная работа телерадиокомпаний, да, это нормальная работа бизнеса по продвижению, как бы там ни было, но в итоге так и хочется сказать. Реклама, двигатель торговли, да, и двигатель экономики. Это очень важное колесо, которое запускает очень многие экономические процессы. Поэтому вот таким образом. Ну, а вот то предложение собрать всю рекламу и показать ее только ночью, я бы хотела отметить, что, конечно, экономически оно абсолютно не обоснованно, да. И если мы уберем всю рекламу с телеканалов, то тогда, к сожалению, для потребителя стоимость просмотра таких телеканалов будет значительно дороже. Ну, и, конечно, интересные сериалы и хорошие новинки кино он не увидит. Ну, и плюс 18 минут в течение каждого часа, это же максимальное, да, максимальное количество минут. И не обязательно, что оно таковым будет и уже является. Не всегда телеканал, телекомпания, радио может набрать такое количество минут. Да, совершенно верно. И в то же время запрещено прерывание рекламы передач продолжительностью менее 15 минут. Ну, мы поинтересовались, вот просто открыли программу телепередач телеканала «Беларусь-1», и для того, чтобы посмотреть, а много ли таких передач, короче, 15 минут. Ну, в основном это новости, зона «Х». То есть остальные, собственно, ну, то есть новости и так не прерываются рекламы. Вы сейчас раскрыли нишу, да, можно подумать, какие передачи еще снять вот такой вот продолжительностью. Тем более, что рекламу в них размещать теперь разрешили путем наложения, либо бегущей строкой, например. Прерывать действительно нет, потому что, ну, ведь это совсем небольшой промежуток времени. Вот, но путем наложения, либо интегрирования в саму передачу, это вот, как, например, мы с вами иногда видим передачи, где стоит брендированная кружка, да, опять же, возвращаемся к объекту рекламирования, товарный знак на кружке. Вот, интегрированная в рекламу, либо наложение, либо бегущая строка. Вот такие возможности будут. Какое-то ограничение есть, но и компенсация, да, за это ограничение. То есть есть, опять же, Март всегда предлагает вот какие-то... Баланс-варианты. Да, варианты. Хорошо, давайте поговорим о рекламе на транспортном средстве. Что теперь можно, что нельзя? Вы знаете, особых изменений не произошло в этой части. Раньше была необходимость согласования рекламы на транспортном средстве, и сейчас это тоже есть. Другое дело, что немножко поменялся порядок согласования, да. По месту регистрации транспортного средства всегда необходимо согласовывать за исключением определенной информации. Когда это, например, реклама собственника названия его организации товаров, товарный знак, который производит владелец этого транспортного средства, либо номер службы такси, если это автомобиль такси, либо информация о перевозчике грузов, либо пассажиров на этом транспортном средстве. Вот определенный перечень информации, которую можно размещать даже без согласования об этой организации. Все остальное, пожалуйста, с учетом требований закона о рекламе, согласовываем в исполкоме и размещаем. Никаких вопросов, претензий к вам не поступает по этому поводу? По поводу изменений вот этих небольших, которые коснулись согласования, нет, не поступает. Рынок заранее был ознакомлен, когда мы работали еще над проектом, вот поэтому нет. А вот этот порядок, он более усовершенствованный стал? То есть легче стало теперь тем, кому нужно все это регистрировать и согласовывать? Вы знаете, он незначительно изменился, просто теперь не распространяется это согласование, вернее, согласование рекламы на определенном транспортном средстве, например, зарегистрированном в Гродненской области, не распространяется на Минскую область. То есть если у вас, у организации есть еще филиал, да, или какое-то там подразделение, где есть тоже транспортное средство, то, пожалуйста, будьте добры, сходите за согласованием этой же рекламы в Минский райисполком, например. Наружную рекламу теперь не сможет размещать частное лицо? Сможет. Но там же тоже есть какие-то ограничения в этом плане. Да, там действительно появились ограничения, и ограничение достаточно серьезное, но, на наш взгляд, оно обоснованное. Это то, что деятельность оператора наружной рекламы не может осуществлять индивидуальный предприниматель, да, а только организация. Кто у нас оператор? Это тот, кто устанавливает рекламные конструкции и оказывает услуги по размещению наружной рекламы на своих конструкциях. Вот скажите, пожалуйста, если, допустим, 10, 15, 20 конструкций у индивидуального предпринимателя, он как сможет их все обеспечивать, да? Да, понятно, по законодательству имеет право иметь несколько работников, но, как правило, это все равно осуществляется не непосредственно индивидуальным предпринимателям, а привлекаются еще какие-то лица. Так давайте будем честными, да? Вот, хотим такой бизнес иметь, тогда, пожалуйста, регистрируйтесь в качестве организации и оказывайте такие услуги. И причем период был, да, ведь давалось полгода на вступление в силу закона. Те индивидуальные предприниматели, кто решил продолжать этот бизнес, имели возможность перерегистрироваться. Ну, там же и с налогами есть вопросы. Да, есть определенные вопросы с налогами. Опять же, с учетом того, вот о чем я говорила, да? На самом деле, вы как индивидуальный предприниматель эту деятельность осуществляете или каким-то... Или шифруетесь. Да, или шифруетесь и каких-то людей... Пытаетесь обойти, да. Ну, социальная реклама. На каких условиях она теперь может размещаться? Социальная реклама, как и раньше, может размещаться на условиях безвозмездности, да? Это прописано напрямую в законе о рекламе. И в этой части закон о рекламе не изменился. Но, учитывая определенные проблемы, которые возникали на рынке по поводу размещения социальной рекламы, государственных праздников, рекламы памятных дат, да, например, День Победы, иных праздников, имеющих государственный масштаб, вот для того, чтобы снять эти проблемы, был урегулирован этот вопрос. Не имеют права отказать рекламораспространители в размещении такой рекламы. Это, во-первых. Во-вторых, государственные органы могут выбрать места, где такая реклама может размещаться. Мы все с вами понимаем, что это должно быть распределено, во-первых, равномерно по городу, например, да, по району, где-то для того, чтобы граждане нашей страны понимали, видели, что это действительно серьезный, важный для страны праздник. И плюс появились требования о том, что государственный орган вправе указать период, в который эта реклама должна размещаться. А что, бывали случаи, когда отказывались размещать информацию о Дне Победы? К сожалению, такие случаи были. Хорошо. А что касается социальной рекламы и ее размещения на телевидении и радио, мы как телевизионщики спросим, там как-то изменились условия? Условия фактически остались те же, которые и были. Но это действительно реклама размещается на безвозмездной основе. А есть какие-то, может быть, процентные соотношения или в каких долях должна размещаться социальная реклама? Ну, опять же, на телевидении и на радио. Да, есть такое требование, но оно давнее, оно давно в законе. Это 5% от общего количества всей коммерческой рекламы, которая размещается. Вот, поэтому вот такое есть требование. Но здесь, наверное, вы еще имели в виду, что ведь у нас несколько лет назад были внесены изменения в закон о рекламе. Коммерческие организации вправе оказывать содействие государственным органам в производстве социальной рекламы. Ну, и действительно, это важно. И социальную активность бизнес почему бы не дать ему возможность проявить? Для того, чтобы показать, что бизнес участвует в социальных проектах, законом предусмотрено разрешение 7% от площади, например, рекламы нарушенной, да, может быть название, либо товарный знак той организации коммерческой, которая оказала содействие в производстве социальной рекламы. Ну, то есть вот мы замечаем иногда, да, что реклама создана при поддержке, вот такой-то, при содействии такой-то организации. И это уже считается, ну, как бы в рамках закона. Это допускается в социальной рекламе, да? Еще введен запрет в отношении операторов электросвязи, поставщиков услуг электросвязи, являющихся рекламораспространителями, на отказ в заключении договора на оказание услуг по причине отказа абонента или адресата в даче согласия на получение рекламы. А мы часто сталкиваемся с такими случаями, когда тебе говорят, что ставь вот здесь вот галочку и получай рекламную рассылку. Вот это изменение внесено по просьбе трудящихся, как мне-то говорить можно. Да, можно сказать так, по просьбе граждан, потому что действительно имели место случаи, когда, например, я хочу заключить договор на оказание услуг электросвязи, а мне говорят, обязательно нужно поставить вот здесь галочку на получение рекламы. А я не хочу ее получать, да? Почему я должна соглашаться? Это ведь не условие, от которого зависит оказание услуг электросвязи. Некоторые операторы умудрялись отказывать в заключении договора. Вот, поэтому для того, чтобы снять все разногласия, собственно говоря, и пока этой нормы не было, мы разъясняли, что так нельзя делать, да? Но для того, чтобы прям четко было прописано уже в самом законодательстве, вот появилась эта норма. Отказать не имеют права. Здесь осталось только еще потребителям набраться решительности, да, и отстоять то, что я не хочу ее получать. То есть до сих пор, допустим, в договоре еще есть этот пункт? Он есть в договоре, да? Вот здесь вопрос потребителю не пропустить, быть внимательным. Вообще, в принципе, когда заключаете договор, надо обязательно его читать. Особенно то, что написано мелким шрифтом, да? А что, сталкиваетесь с тем, что наши люди не столь требовательны, скажем, к поставщикам каких-то услуг, не отстаивают свои права? Вот вы говорите, что нужно для требовательных. То есть права начинают отстаивать тогда, когда они уже нарушены. А когда читают договоры, зачастую просто машинально ставят галочки для того, чтобы, ну, например, какую-то покупку делают, заключают договор, да? Сейчас у нас время очень такое динамичное, да? Не хочется тратить много времени, поэтому быстро проставляют. Вот продавцы, либо исполнители услуг говорят, вот здесь, здесь, здесь и здесь. Вот когда вам говорят здесь, здесь и здесь, нужно что-то проставить, вот хотя бы эти пункты потребителям рекомендую еще внимательно прочитать. Но вообще часто обращаются, то, что было заявлено в рекламе, не соответствует действительности, потребитель расстроен и вот пришел в март с жалобой? Я могу сказать, что в последние годы значительно меньше, чем это было, например, пять лет назад. Во-первых, рекламный рынок дисциплинирования стал в этой части. К потребителям, наверное, может быть, кто-то просто ленится обратиться, но такие обращения есть, действительно, и всегда проводим разбирательство, причем всегда реклама оценивается всесторонне, да? Это и визуальная часть, и текстовая часть, и даже музыкальное сопровождение, потому что бывало такое, что определенной музыкой делается акцент на каких-то неэтичных моментах. Поэтому и в таких случаях принимаются меры, реклама запрещается к распространению и нарушитель привлекается к административной ответственности. Но март за этим следит только по какому-то, так скажем, заявительному принципу? Как когда? И по заявительному принципу, и самостоятельно, и плюс еще важно понимать, что система контроля за рекламой, она включает в себя и работу местных исполнительных распорядительных органов на своих территориях. Поэтому контроль осуществляет не только март, но и местные органы. То есть местные органы, местные власти тоже должны следить за содержимым плакатов, за тем, что размещается бегущей строкой на местных телеканалах? Безусловно, конечно. А мы ненадолго прервемся, после небольшой паузы снова вернемся в эту студию. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Скажи, не молчи». Все наши выпуски ищите на ютуб-канале «Беларусь-1». Это снова программа «Скажи, не молчи». И сегодня наша гостья – начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой «Март» Инна Гаврильчик. Инна Анатольевна, в финальной части обсудим еще изменения в регулировании реестра рекламораспространителей. Вводится запрет на оказание услуг по размещению рекламы в сети интернет юрлицами и индивидуальными предпринимателями, не включенными в этот реестр рекламораспространителей. На каких условиях рекламораспространитель может попасть в реестр? Условия очень простые. Можно зайти на сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли, скачать форму уведомления, заполнить ее и отправить почтой. В течение пяти дней мы включим в реестр. Посмотреть можно, опять же, на нашем сайте уже фамилии и реквизиты организации будут в реестре. Организация, либо индивидуальный предприниматель, либо блогер, например, оказывает рекламные услуги иным лицам по размещению рекламы в сети интернет, то в этом случае он может осуществлять такую деятельность только если он находится в реестре. Все, никаких денег платить не надо, достаточно направить уведомления, включат и на этом все. Но это, кстати, у нас самое популярное изменение, по нему очень много приходит запросов, кому нужно включаться, кому не нужно, почему возникает путаница. Если, например, у вас, как у рекламодателя, вы производите какой-то товар, есть собственный сайт, вы рекламируете там себя, свои товары, но никаким другим организациям вы услуги по рекламе не оказываете. На свой сайт никого не пускаете с рекламой. В этом случае вам в реестре не надо, потому что вы никому услугу не оказываете. Вы и рекламодатель, и рекламораспространитель. В одном лице услуги нету, вы сами все рекламируете. А упомянутый вам блогер, допустим, мы знаем, что блогеры часто пользуются таким способом рекламирования, как рекламная интеграция. Он должен в таком случае включиться в этот реестр? Он оказывает услуги по размещению рекламы. Ведь он не какой-то свой товар, не себя просто так рекламирует, а что-то в свой блог, в свои видеоматериалы он что-то интегрирует. Какой-то продукт, товар, либо про какую-то услугу рассказывает. Он оказывает услуги тому, кто производит те или иные услуги, либо те или иные товары. Поэтому, да, он должен быть в реестре. А если, допустим, блогер снимает обзор, вот просто там есть такой жанр распаковка, да, ему за это ничего не платят. Он просто для того, чтобы создать контент, чтобы привлечь зрителя, так скажем, да, там купил посудомоечную машину и показывает, как ее настроить. Да, указывает он им марку производителя, но при этом рассказывает, как ее пользоваться. И от производителя он денег не получает. От магазина, который ему продал этот товар, он тоже денег не получает, а чисто для контента. Это считается рекламой или нет? Скорее всего, это не считается, не будет рекламой. Почему? Потому что цель здесь не продвижение конкретного товара, да, а у него цель рассказать о своих покупках. Но если вдруг окажется, что этот блогер раз в неделю покупает стиральную машину или посудомоечную машину одного и того же производителя, вот здесь может возникнуть вопрос. Наверное, это не просто собственная покупка, а это делается в рекламных целях. Ну а рекламодатель должен отслеживать, состоит ли реклама распространитель в реестре? Да, должен. Если, например, он обращается к кому-то за размещением распространения рекламы, прежде чем это сделать, он должен посмотреть в реестре. Если этот человек или эта организация в реестре есть, пожалуйста, заключайте договор и пускай вам оказывают услуги по размещению рекламы в сети интернет. Мы часто говорим об унификации законодательства Беларуси и нашей ближайшей соседки, нашего стратегического партнера Российской Федерации. Есть ли существенное расхождение в законе о рекламе в наших двух странах? Да, есть по определенным моментам, но в целом можно сказать, что у нас законодательство в определенной части унифицировано. Есть, например, разбежки в чем? Там запрещено рекламировать алкоголь вообще. У нас определенные разрешения и места определены для того, чтобы его рекламировать и так далее. Поэтому в целом подходы у нас одинаковые, тем более, что у нас есть консультативный комитет по рекламе стран СНГ примерно раз в год, при хорошем стечении обстоятельств, два раза в год мы собираемся, делимся своим опытом. И мы видим, что подходы у нас, собственно говоря, одинаковые и не только с Российской Федерацией, но и с Казахстаном, например, и с Киргизией. Поэтому, да, действительно мы унифицируемся, скажем так. Но, собственно говоря, вы знаете, я думаю, этому способствуют не только государственные органы, которые осуществляют регулирование рекламной деятельности, но и трансграничный характер. Интернет, да, у нас все взаимосвязано становится, все открыто друг для друга, поэтому хочешь не хочешь, а нужно какие-то изобретать унифицированные подходы. Ну вот сейчас активно развиваются маркетплейсы, и мы помним, были какие-то определенные разногласия по поводу работы одного из самых крупных таких российских маркетплейсов. Легко ли удалось их разрешить, и насколько охотно идут вот эти гиганты на уступки и принимают наши правила игры? Я вам хочу сказать, что не только гиганты, но и некрупные интернет-магазины пытаются возражать государственному органу-регулятору, если какая-то сформирована уже определенная схема работы и так далее. Но мы всегда очень настойчивы и добиваемся того, чтобы независимо от масштаба организация работала в рамках правового поля. Если приходит иностранный субъект хозяйственника, да, либо даже наш партнер приходит на нашу территорию работать, все равно законодательство необходимо соблюдать. И когда входит на рынок любой бизнес, ведь изучает всю правовую основу, правда, прежде чем куда-то вступить, мы должны узнать, какие правила, как там что действует. А тем более, допустим, с Российской Федерацией у нас законодательство о защите прав потребителей очень и очень схоже. Хотя я даже могу немножко похвастаться, у нас где-то чуть прогрессивнее и сильнее защищается потребитель, особенно что касается интернет-торговли. Недавно Министерством антимонопольного регулирования и торговли был заключен договор с крупным российским март-плейсом. Вот Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли, с белорусской стороны подписывает это соглашение. О чем договорились и в чем польза для белорусских потребителей и производителей? Какая нам выгода от этого? Я только разрешите немножко уточню. Это соглашение государственного органа Марк как регулятора в сфере торговли и защиты прав потребителей. И действительно очень большой интернет-площадки, которая работает в Республике Беларусь. И хочу сказать, что были обсуждены и закреплены ключевые подходы в части развития торговли, продвижения белорусских товаров через этот маркетплейс. И с гордостью хочу сказать, что и пункт, который предусматривает вопросы защиты прав потребителей, консультации для выработки каких-то таких важных стратегических решений, тоже там в этом соглашении есть. А что касается, так скажем, наказания за нарушение закона о рекламе? Что ожидает нарушителей? Нарушители ожидают в первую очередь предписание. Хотя это не наказание с точки зрения юридической, но это мера, которую имеет право применять государственный орган для того, чтобы прекратить размещение ненадлежащей рекламы. И такое предписание должно быть исполнено в трехдневный срок после его получения. Но кроме этого предусмотрена еще административная ответственность. Это штраф от 20 до 50 базовых. Это среднее, я говорю, да, в том случае, когда действительно такое нарушение имело место. То есть прекратить это одно, хотя нарушители воспринимают это уже как наказание, потому что затрачены это деньги, вложенные в размещение и распространение рекламы, но еще может быть и штраф. А как часто доходит дело до штрафов? Или, ну, мы знаем, что наказание рублем, оно, как правило, более действенное. Ну, вот как часто доходит именно до штрафа или бывает достаточно предписаний? В тех случаях, когда не исполнено предписание, либо ненадлежащее исполнено, да, где-то что-то чуть-чуть поменяли, но, тем не менее, еще немножко продолжаем нарушать. Вот в этих случаях всегда, конечно же, штраф. Вот. Если какое-то малозначительное нарушение, и если своевременно, быстро устранено, в этом случае, да, действительно может быть освобождено штраф. Ну, а вы можете сказать, вот что значит малозначительное нарушение, и что значит вот уже штраф? Незначительное это там запятая неправильно поставлено, а большое нарушение это все. Или, допустим, в рекламе алкогольного напитка использовали зайца, то это мелкое нарушение, а если медведи, то это уже большое. Все, что касается алкоголя, это все серьезное нарушение, и здесь однозначно штраф. Даже без предписания сразу штраф? Предписание, а все равно, да, потому что прекратить. Нам сначала нужно прекратить, да, и дальше более длительный процесс привлечения к административной ответственности вызывается на протокол, составляется и направляется в суд. Решение принимает суд. Что касается запятой, запятая, к сожалению, иногда может наделать много еды, да? Ну да, мы знаем, конечно. Потому что неправильно поставленная, она может ввести потребителя в заблуждение относительно содержания смыслового всей фразы рекламной. Но вот из недавних примеров, это реклама ночного клуба на билетах в кинотеатр на детский фильм. Да, мы считаем это неэтично. Сейчас ведется работа по привлечению к административной ответственности. Предписание было вынесено, реклама прекращена очень быстро, даже раньше срока. Но, тем не менее, на наш взгляд, это вопиющее нарушение, потому что это неэтично. А вообще ведутся какие-то, так скажем, исследования о воздействии, психологическом воздействии рекламы на ребенка, на взрослых? У нас в законе о рекламе даже есть специальные ограничения, которые предусматривают меры, направленные на защиту несовершеннолетних от ненадлежащей рекламы. Например, реклама не должна дискредитировать авторитет родителей, не должна внушать несовершеннолетнему, что этот товар ему необходим, потому что еще недостаточно опыта у несовершеннолетнего, недостаточно критическое мышление и так далее. И плюс еще, когда мы рассматриваем рекламу, имеющие признаки неэтичной рекламы, конечно, мы в том числе рассматриваем и с позиции несовершеннолетнего. Если Март, как регулятор самостоятельно, не может сделать такой вывод однозначный, то мы обращаемся к Министерству образования. Они привлекают психологов, педагогов для того, чтобы дали квалифицированное заключение относительно того, с точки зрения воздействия на несовершеннолетних, имеется негативное, либо не имеется. Но чаще всего, конечно, мы это делаем, когда у нас какая-то неэтичная реклама. Ну вот уже чуть больше месяца прошло после того, как эти изменения вступили в силу. Что можно сказать? Плюсов больше или минусов? Пока я думаю, что вот этот период месяца, чуть больше месяца, это слишком маленький еще период. Но один большой плюс есть в том, что индивидуальные предприниматели, организации рекламные и блогеры лучше узнали законодательство о рекламе. Потому что в связи с необходимостью включения в реестр, они им как минимум заинтересовались. А мы стараемся разъяснить. Март еще и просвещает, оказывается. Ну и благодаря вам мы тоже сегодня лучше узнали законодательство о рекламе, его новинки, новшества. За это, конечно, вам большое спасибо. Что еще хочется сказать? Мы видим, что рекламный рынок развивается. Пусть реклама становится красивее, эстетичнее. Мы будем за этим наблюдать. Ну а вам желаем успехов в вашей деятельности. Приходите к нам еще с вами всегда. Очень интересно. Татьяна Чербина, Светлана Смолонская. Прощаемся с вами до следующего эфира. До свидания. До свидания. А сейчас говорит Инна Гаврильчик. Реклама очень важна для экономики страны. Реклама важна для потребителей. Она несет много интересной новой информации о товарах, работах и услугах. Реклама не должна нарушать законодательство. И тогда она принесет успех и удовольствие от ее созерцания. Инна Анатольевна, разрешительный автограф от Марта. Я думаю, многие хотели бы его получить, но сейчас этот шанс предоставляется именно нам. И какое-то пожелание. Хорошо. Пусть жизнь будет яркой, как реклама. Пусть жизнь будет яркой, как реклама.